И всем привет, ребят, с вами Строманка, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре вооружение, которое доступно из нашего замечательного челленджа за бесплатно. Сегодня мы будем тестировать рикошетик с берсерком. Давным-давно я на нем уже не играл, и в этом челлендже его добавили. И посмотрим, в каком он балансе на сегодняшний день, имеет ли смысл вообще использовать это устройство в матчмейкинге, ну и сыграем на таком сочетании, как Хантера, рикошет, соответственно, с берсерком. Ну и я надеюсь на то, что результат какой-то интересненький будет. Берем Хантера, рикошета, Легаси, который я уже получил относительно давно. Ну и по дрону я думаю, что мы возьмем сегодня ловкача, самый, наверное, таки актуальный дрон для игры в матчмейкинге на флагах и регби. Ну и плюс еще, я думаю, что можно сюда приписать, ну какой-нибудь, например, штурм за атаку. Но почему нет? Штурм за атаку тоже очень неплохая вещь, где можно реализовывать ловкач. Ну и по режиму я, честно, даже не знаю, что мы сегодня пикнем. Давайте пикнем просто быстрый бой. Просто быстрый бой. Что нам даст матчмейкинг, на том мы поиграем. В чем же функция рикошета с берсерком? Возможно, кто-то не знает. Это рикошет, который при уничтожении противника восполняет полный вам баллон. То есть есть такие же самые альтернативные устройства на рельсу. Есть... Ой, Джиггернауз запикивает. Не, нет, Джиггер мы точно перепикнем. Есть такие же устройства на рельсу. Есть на молот, который я, к слову, использую очень-очень часто в последнее время, потому что он очень жесткие результаты показывает и нагибает. И... Но что-то у нас еще есть такое же самое устройство, но я, честно говоря, забыл. Напишите в комментариях, если вдруг вы знаете, то напишите, на что у нас есть, кроме рельсы и кроме молота. Когда вы уничтожаете противника, у вас полностью восполняется баллон. Когда-то на этом рикошете я играл с таким корпусом, как Хорнет. Когда у нас было, ну можно сказать, Хорнет-омета в игре. И тогда это было просто безумнейшее сочетание, которое давало вам возможность играть чуть ли не на постоянной основе с фулл баллоном. То есть я, даже если не ошибаюсь, называл видос «Вечный баллон». «Вечный баллон» на рикошете. Посмотрим, насколько вечный этот баллон будет сегодня. Нужно, конечно, понимать, что и резов от рикошета в матчмейкинге на сегодняшний день значительно-значительно больше, нежели их было раньше. Но тем интереснее, наверное, будет игра на этом сочетании. По карте нас кидает на одну, наверное, из самых печальных карт для реализации Хантера Рика. Но, если я у Джаггер перепикнул, то ЦП перепикивать особо смысла никакого не вижу. Понятное дело, что если бы это был какой-нибудь CTF регби, это было бы поинтереснее, пободрее. Но долго ждать мне лично тоже не хотелось бы. Поэтому, что нам предложил уже матчмейкинг, на том мы и сыграем. Так, пока, если я бью по безрезу, то довольно быстро сливаю оппонента и могу сразу же переключаться на следующую цель, сразу же уничтожать следующую. То есть, это уже неплохая вещь, если судить с точки зрения того, что это устройство сейчас доступно на халяву. То есть, вам его не надо покупать. Все, что вам нужно сделать, это набрать нужное количество звезд. А звезды сейчас тоже набираются очень и очень легко. То есть, вы выполняете ежедневные заданки, и у вас эти звезды, как на дрожжах, растут. И если вы каждый день выполняете заданки, то у вас вообще есть возможность отлично выполнить челлендж без никакого абсолютно напряга. Просто каждый день выполняете ежедневные заданки. Поэтому получить этот рикошет, ну, я бы сказал, наверное, там надо каких-то 3, может, 4 дня выполнить все заданочки. Если у вас еще есть недельные заданки, и вы их выполняете, то это еще куда быстрее. Поэтому я думаю, что оно будет у всех. И при желании вы сможете на нем поиграть. Так, у меня есть овердрайв. Ну ладно, давайте я не буду его жать. Был, конечно, неплохой тайминг, чтобы я его нажал. Лаг сервера какой-то происходит. Меня, конечно, же уничтожает. 7 киллов пока что у меня. Я не акцентирую абсолютно внимание на контроль точек. Я стараюсь выпушивать вражескую базу, дабы наносить как можно больше урона по противнику. Ну и плюс, как бы, чуть-чуть оттягивать их на себя. Ну и, понятное дело, чтобы реализовать больше свой рикошет. То есть на точках, если я буду стоять, то, к сожалению, такое вооружение у меня реализовать будет крайне-крайне мало шансов. По резисту сразу скажу, бить нежелательно. То есть если большое количество резистов вы играете с этим рикошетом, то лучше, наверное, сразу его менять. Потому что вот сейчас я, например, наносил урон по васпику срезом. И даже с учетом того, что у меня критануло пару шариков, я его все равно не уничтожил. То есть он меня все равно слил быстрее, чем я его. То есть, соответственно, смысла в этом деянии бить по резу, я бы сказал, что нет. То есть лучше просто переключать их на ту цель, у которого нет резиста, возможно, нет расходки. И тогда уже в МСИТе по красоте. Хороший овердрайв пускаем на три танчика. Сразу же быстренько на добивочку. Ну и здесь можно, наверное, у васпа тоже забрать. Ой-ой-ой, только у него мой самый нелюбимый дрон. Поэтому надо чуть-чуть, если что, аккуратнее. Магнум может мне тоже теку дать. Так, титанчика сбриваем. Отлично. Сразу быстренько переключаемся на шафта. Шафта тоже быстро сбриваем. Но если бить по безрезу, то да, то очень неплохо работает. Плюс, если это еще без резиста и какой-нибудь легкий танчик, который не прожимает расходку, так это вообще за милую душу улетает. Но если сравнить, например, с молотом, то как ни крути, молот все равно будет жестче. Да, даже без использования там Кризиса, на котором я, например, играю в последнее время. Я думаю, что даже без использования Кризиса все равно будет очень хорошо себя показывать. Но, 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 есть также вариантик использования этого рикошета с таким корпусом, как паладин. То есть вы прожимаете тоже оверку на паладине. То же самое, что вы делаете на молоте с устройством адаптивная перезарядка. То же самое вы делаете здесь на рикошете с берсерком. То есть вы просто на паладинчике выжимаете овер, пушите вражескую базу. И, соответственно, накидываете безумно большое количество урона под оверкой. Плюс даете пробитие и плюс, ну, я думаю, что реализуете свою комбинацию на максимум. Да. Поэтому Хантер, ну, наверное, не самый лучший корпус. Но дабы у нас не было только одних летающих корпусов, я решил взять его. Ну и, к слову, у нас даже на такой карте получилось дать 22 кила. И похоже, что у нас сейчас будет досрочка. То есть на одной пушке, грубо говоря, без корпуса, у меня получилось за такую маленькую каточку тушануть более 20 киллов. Я считаю, что это очень хороший результатик. Но у нас супербыстрая катка. Поэтому я даже, честно говоря, не знаю. Но, наверное, надо сыграть еще одну. И эта катка должна быть в какой-нибудь CTF. Да, то есть желательно, конечно, чтобы нас сейчас не кинуло на супер большую карту. Потому что я не хотел бы играть ее 15 минут. Потому что на этом, ну, Хантера Рике, что я тут буду делать, 15 минут пушивать. Если это еще супер большая какая-нибудь карта, то это, ну, не очень круто. А так, если какая-нибудь небольшая карта, для Хантера Рика я считаю, что это будет очень хорошо. Но нас закидывает на осу. Оса, ну, наверное, это средняя все-таки карта. Это не что-то супер большое, но и не маленькое. Поэтому ждем, пока у нас появится флажочек. Флажочки, я так понимаю, что у нас появятся в 14 ровно. До 14 ровно мы можем покидать большое количество урона. К слову, сейчас в матчмейкинге на легендах резист с молотом, рикошетом и шафтом, он максимально актуален. То есть, вот до начала этой катки я взял просто рез. И вот, что в предыдущем бою я запикался, резист был актуален и было видно, что это будет работать. Да, что сейчас я запикался и тоже сразу же попал на шафта, сразу же попал на вражеского молота. Да, вот там вот еще заходит викинга молот. То есть, это, ну, прям бодряковый резист, берите все на заметочку, на сегодняшний день очень хорошо работает. Так, ну и у нас появились флаги. Нам надо как-то стараться увозить. Также нам было бы неплохо получить овердрайв, дабы наш заход был более актуален. Поэтому давайте, наверное, чуть постоим, попробуем поуничтожать противника. Ну и если наши тиммейты, например, залетят на вражескую базу, то мы попробуем тоже им помочь. Что касаемо дрона, да, насчет ловкача. Какие могут быть варианты, какие могут быть альтернативы? Альтернатива самая простая, это гиперион. Это дрон, который дает на постоянной основе вам флоросходку. И я думаю, что вообще в целом, наверное, за этим у дрона будущее. Потому что я считаю, что он может быть мега актуален и на сегодняшний день работать просто превосходно. И даже на вот таком вооружении, как Хантер и Рикошет, здесь, ну, наверное, было бы круто. Если бы я был сейчас на гипериончике. Но если судить с точки зрения того, что я все-таки на ЦТ-эте, да, и в моменте мне чуть больше скорость нужна, то ловкач хорошо, работает четко. Но если, например, я собираюсь там жить на вражеском спауне, да, играть на киллы, больше дамажить противника, то здесь гиперион в разы переиграет. Просто переиграет моего ловкача. Но если вы заходите так вот сейчас, как я, залетаете бэмсить и вывозите флаг, то, в принципе, можно и очень эффективно и круто реализовывать ловкача. Да, то есть все зависит от вашего стиля игры, зависит от того, что вы делаете на карте. Если вы хотите возить флаги, то ловкач бодряк. Если, блин, это Викинг Овердрайв прожил? Блин, как-то я что-то... Провофлил немножко, если честно, провофлил, провофлил моментик, так все красиво рассказывал. И тут у меня просто Викинг вжал Овердрайв и тушанул. Так, но наш тиммейт увез конвейер, и я лечу просто за Викингом, который с флагом, и мы сейчас его тушанем. Мы его тушим, возвращаем, отлично. Вот ловкач нам, кстати, пригодился, на гиперионе я бы его никогда в жизни не догнал. Ну, это можно так сказать, это ему ответочка, ответочка за то, что он меня Овердрайв прожрал. Я ему тоже так бэм-бэмчик оформил контентом. А чё? А чё он думал? Он думал, что он только он может прожать Овердрайв? Нет, нет, конечно нет. Так, Овердрайв на центр реки падает. Ай, хорошо, доработали. Отлично, Овердрайв ещё и забираем. У нас ещё, я так понимаю, шафт на лечение появился. Так, и шафт, который целится в правую зону. Вот так, надо бы его вообще, если честно, здесь бэм ссануть. Отлично, на подборчике играем. Овердрайв сразу же вжимаю, потому что не вижу смысла здесь его оставлять. Лучше я прожму и буду увозить флаг, чем меня викингом молот просто настигнет. А потом, может, ещё свою оверку нажмёт, и я ничего не смогу сделать. Потому что я нажму, и спокойненько, хотя нет, не спокойненько, думал, что спокойненько сейчас довезём флажочек. Так, тиммейтекс на страховочке. Ай-яй-яй-яй-яй, и тоже забеймсили его. А вот ещё одного не забеймсили. Отлично, отлично, отлично. Викинга смока прожимают Овердрайв, я здесь на подборчике. Возвратик будет. Возвратик, ой-й-й-й, викинг, ещё один Овердрайв. Офигеть, что у них там? Только викингов с оверами. Так, ну и доставочка есть. 2-0, 2-0. Хорошо, хорошо, уже неплохо. Уже работа какая-то имеется. Но всё равно, попахивает всё это на то, что у нас досрочки в этом бою не будет. Как удачно сейчас спавнится аптека. Магнум мне накидывает тычку. Так, ну и у меня пропадает броня. Меня успешно здесь тоже сливает. По устройству, кстати, на корпус у меня не актуальная стоит. Он у меня стоит иммунитет, атакой оглушение, хотел сказать, подавление. Но, наверное, в этом бою здесь особо и не нужен никакой иммунитет. Поэтому я оставлю то, что есть. И стараемся, конечно же, увозить флаги. Стараемся увозить флаги. Викинга с мака. Хорошо. Хантер Овердрайв. Сработал. Так. Но, к сожалению, меня уничтожили. Так. Молот там дефит. О, я рез. Какой шарик запустил контентовый. Чисто под увозик. И наш тиммейт. Ах, я сказал, хотел сказать, уже увозит. Но его тут тоже настигли. Есть еще Овердрайвик у меня. Есть у Викинга смоки. Блин, такое ощущение, как будто это ведь космока. Твои Оверки жмёт. Что-то как-то очень быстро у Викинга Овердрайва копится. Либо он забирает Овер из центра. В теории, конечно, это тоже. Может быть. Так. У Викинга Молота Вражеского тоже есть Овердрайв. Стараемся его солить. Так. Овердрайв меня залетает. Но мы его успеваем переиграть. Так. Где шафт с лечением наш? Ой, хорошо. Вот прям как надо. Прям чутенько. Вот прям в тайминг. Только я захотел хпшку. Шафт с лечением сразу. Бам. Моя хпшечка. Бам. Добавочку. Хорош. Еще добавить, добавить, добавить. Чуть-чуть добавить. Чуть-чуть добавить хп, брат. Ладно. Ладно. Не будем тут уже наглеть. Давайте просто вперед задавим. Овердрайв вжать, наверное, особо смысла не было. Ой, хорошо. Там Хантер четверых тушанул. Ну, в теории, я тоже мог такую вжать. Но если мы акцентируем внимание на увоз вражеского флага, да, а не просто на прожать Овердрайва, то лучше засейвить этот овер. И, например, прожать, когда противника там нашего будет пушить. Вернее, противник будет пушить нашу базу. И я тогда сумею подстраховать и вжать. Здесь, кстати, Хантер Рик, наш тиммейт, играет на Гелиусе. Гелиус, как по мне, должен смотреться супер жестко по сравнению с Берсерком. Но по очкам пока что мы Берсерка переигрываем. Пока что у нас все четко. Так, Овердрайв. Не понял. Не успел жить. Да, походу, Тесла меня просто набрила. Не успел я. Ну ладно, 3-0. Хорошо. Ничего страшного в этом нет. Овердрайв купится довольно быстро. Поэтому, как говорится, в серии и в серии. Ничего страшного. Так. Викинга быстренько сливаем. Так, заходи к такой боковой, хороший, контентовый. Ой-ой-ой-ой. С оглушением это, конечно, не очень вкусно. Две Теслы в дефе. Две Теслы в дефе. Шафт есть. Рикошеты, кстати, я не видел. Давайте возьмем тогда Рес от Теслы. Рикошетов я не видел. Поэтому возьмем так. Молот, Тесла, шафт. Молот был точно. А хотя молот, наверное, тоже переоделся. Ну ладно. Вроде как все равно какой-нибудь достанется. И тогда уже будет хорошо. Так. Нашего тиммейта бы подстраховать. Потому что у него 0 хп. На 0 хп он летит. Давайте страховочку лучше ему сделаем. В принципе, это ожидаемо, что его сольют. Так, главное, чтобы меня здесь не слили. Ага. Да, все четко. Доставочка есть. Четвертая контентовая. Хорошая, спокойненькая. Четвертая есть. Осталось всего три флажочка. Можно сделать, попытаться в досрочечку. И в целом успешно закончить данный байочек. По сути, насчет баллона рикошета, здесь все осталось прежнее. Да, и до сих пор даже, до сих пор даже в этом балансе, я бы сказал, что если вы грамотно стреляете, то у вас будет вечный, вечный. Да, то есть, ну, звучит, конечно, хайпово, но на деле, наверное, не так супер жестко, но вечный баллон. Да, то есть, у вас вечный баллон. Но если сравнивать, если сравнивать этот, очередной овердрайв супер гениальный. Но если сравнивать этот рикошет с молотом, который дает за килл пул баллончик, да, он выглядит жестче, 100%, на любом дроне, да, не только на кризисе. У этого рикошета есть проблемы с точки зрения резиста точно, да, но про резист, наверное, мы даже не говорим. Но и с точки зрения того, что пул баллона, мне кажется, хватает только на средний танк, даже если он безрезан, даже если он безрезан. И это, ну, в моменте может очень сильно зарешать. На молоте все-таки, ну, как-то оно чувствуется даже побольше, да, и в целом там урона будет больше наносить, да. И плюс, плюс, на молоте сейчас же у нас кучность немножко другая, и вы можете сразу по нескольким танкам давать фул урон. А если еще крит залетает, то это железный фул урон, да, и за счет этого можете надамажить намного больше урончиков. То есть в целом уже молот будет смотреться на голову выше. Но, 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 молот это у нас с адаптивной перезарядочкой на халяву никто не давал, бесплатно никто не давал возможности получить. Поэтому рикошет, как устройство бесплатное, я считаю, что очень хорошее. Я считаю, что очень хорошее. Даже я, я вот скажу вам честно, я думал, что я сегодня его возьму, и у меня ничего не получится. Ну, то есть оно не будет работать, оно не будет эффективно, оно не будет жесткое, но сейчас вот я келяю, притом довольно хорошо келяю противника, и могу сказать, что это работает. Это работает эффективно, четко, бомбически. Только вот реализация, я думаю, что, наверное, все-таки этого рикошета должна быть немножко другая. Вы должны больше играть на килы, да, и, наверное, меньше играть с лавкачем, да. То есть, например, лучше с гипериончиком, на паладинчике, с этим рикошетиком. Ой, я думаю, там такая контентовая темочка должна начинаться. Очень вкусная. И вы будете просто бемсить эти килл-кил-кил-кил-кил. Главное, чтобы реза не было. Если реза нету, то там будет просто один за другим, я думаю, можно штамповать эти киллочки и сражаться на равных с молотом, с адаптивной перезарядочкой. Ну, где-то, конечно, вы будете уступать, но плюс-минус. Плюс-минус будете показывать хороший результат. Так, шафт сливает нашего тиммейта. Я пытаюсь убежать. За мной, конечно, тут погоня конкретная. Конкретная помощь есть? Страховочка. Страховочка. Ой-ой-ой, чуть минус не упал. Так, противничка здесь нету. Нету. Супер. Пятая доставочка есть. Сюда, контактик. Сюда, 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 бемсич. Хорошо, залетела. Так, ну и осталось у нас две с половиной минутки. Ну, как я уже говорил изначально, наверное, на срочке у нас не буду. Но очень хорошо, что мы эту каточку сыграли, потому что по первой катке особо ничего хорошего я не мог выделить. Да, с этого рикошета все-таки катка была маленькая. Я там заставил на респе, плюс противник был, как по мне, наверное, не самый сильный. Да. Здесь все-таки ребята уже чуть-чуть поинтереснее играют. Уже и в дефе стоят, уже и там на приемочку стараются как-то играть. Да, поэтому здесь уже будет поинтереснее смотреться вообще реализация этого рикошета. Ну и Хантер тоже с такими оверками на четыре танка, ну прям смачно залетает. Прям очень вкусно. Две минутки до конца. Лечим просто на гусиных парах на доставочку. Но шафтик все-таки ловит меня. Так, на мосту страховочка есть. Да, страховочка есть. Даже двойная страховочка есть. Интересно, этого молодого. Ну, должны, по идее, кто-то тут страховать. Так, теслочку я думаю, что наши тиммейты должны разбирать. А мы делаем еще один вкусный заходик. Влетаем на движ париж. И как влетели, так же и улетаем. Хоть я и не слил его, но титанчик, который просто стоит на позиции, это, ну, не сказать, что это большая проблема. Поэтому просто навеливаем. Улетаем. Сейчас шафт меня опять поймает на этом же самом мосту. Ну, да, только он меня в этот раз не ваншотает. Изидочка. Хилинг. Хорошо. Еще есть дострочки. Вот так вот. Вот так вот. 32 килочка. Туда их просто 950 очечечков. Вот такая примерно реализация, возможно, этого рикошета. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого рика. Играли ли вы на нем уже. Либо же вы считаете, что это шляпа усатая и не стоит его использовать в принципе. Напишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Поддерживайте обязательно видеоролик лайком, если вам понравился видос, связанный с обзором устройства из челленджа. То есть, если эта тема актуальна, если мы хорошую активность покажем, то я буду стараться, вот когда у нас челленджи выходят новые, буду стараться по ним записывать обзорчики. То есть, например, сейчас у нас рикошетик Берсерк, рикошетик Магнетрончик. Магнетрончик мы будем обозревать тогда, когда я до него дойду. Да, потому что, ну, можно, конечно, на спитаке делать, но я не хочу этого делать. И плюс бесплатное устройство тоже будем делать. Если есть интересик, поддержите видос лайком. Мне будет очень приятно увидеть хорошую контентовую активность. Ну и также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, и, про еще одну вещь точно забывать нельзя. В настройках игры, в аккаунтике, снизу, тег создателя контента. Мой личный тег, это тег тимпэк. Устанавливайте его, поддерживайте меня этим и участвуйте в розыгрыше. В розыгрыше на миллиончик и на 20 тысяч танкоинов. Все информация по розыгрышу есть в описании. Можете тоже перейти, прочитать все, ознакомиться и участвовать в этом интересном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.